Всем привет, друзья! Это адвокат Алексей Михайлович. Ну что, прошел ровно год с того момента, когда мне позвонили журналисты и спросили, могу ли я подтвердить информацию о том, что в камере Челябинского СИЗО покончил с собой мой бывший подзащитный Максим Марцинкевич. Если вы следите за этим делом, то знайте, что выяснилась масса обстоятельств в процессе адвокатского расследования. Мы установили, что на теле Максима была масса телесных повреждений и следы пыток. Из записки, которая была обнаружена у него во рту, мы узнали о том, что на протяжении нескольких месяцев его пытали в Красноярском СИЗО и требовали дать признательные показания в преступлениях, которые он не совершал. Да, действительно, на данный момент сложно говорить о том, что мы достигли каких-то серьезных результатов. Об этом можно было бы сказать, если бы те люди, которые причастны к его гибели, были бы привлечены к уголовной ответственности. Этого не произошло. Однако я с самого начала говорил, что вся эта ситуация – это не спринт, это марафон. До тех пор, пока мы не опускаем руки и продолжаем бороться, есть надежда на то, что справедливость восторжествует. Да, эта фраза уже стала штампом, но мой опыт показывает, что она срабатывает. Нет ничего тайное, что рано или поздно станет явным. И мы надеемся на это и работаем ради достижения таких результатов. К этому обязывает меня не только адвокатский долг, но и долг человека, который лично знал Максима. Да, при всей его противоречивости – это пассионарный человек. Не надо забывать, что огромное количество своего времени и своих сил он тратил на то, чтобы бороться с абсолютным злом, с педофилами, наркоторговцами. Именно поэтому, наверное, нас всех так возмутили обстоятельства его смерти. И поэтому, наверное, у нас всех лежит обязанность добиться справедливости, узнать, что произошло. Я считаю, что Максима убили, и необходимо возбудить уголовное дело, провести тщательное расследование всех обстоятельств его гибели. Оставайтесь с нами. Я думаю, что в ближайшее время я постараюсь провести прямой эфир, донести самую последнюю информацию о ходе расследования, ответить на все интересующие вас вопросы. Всем удачи, оставайтесь с нами.